Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 25 июня, рассматриваем валютные пары австралийский доллар и новозеландский доллар. С момента прошлого обзора в данных парах почти ничего не изменилось, несмотря на ожидаемое снижение оно так и не состоялось. Обе пары ушли в широкий коридор, в рамках которых пары все еще продолжают оставаться. Полагаю до конца этой недели больших изменений тут ожидать не стоит. На втором плане предполагаемое нисходящее движение все еще остается, хотя его потенциал заметно снизился. Итак, австралийский доллар в рамках сценария так и не пошел, целевые значения по-прежнему не достигнуты. Теперь очевидно, что пара двигается в рамках коридора с верхней границей в районе уровня 0.69.61 и нижней границей около 0.68.40. Судя по динамике, такая ситуация скорее всего продлится вплоть до окончания недели. Это значит, что прежний сценарий на снижение отодвигается на второй план. Сейчас неопределенность достаточно высокая, пара торгуется в коридоре на фоне отсутствия серьезных драйверов для движения. А значит, выход из этого диапазона может состояться практически в любую сторону. Визуально на графике сейчас формируется фигура, похожая на треугольник, поэтому ближайший сценарий предполагает торговлю в рамках этой фигуры, которая, по всей видимости, еще не завершила свое формирование. Что касается актуального графика, исходя из этого, ближайшая динамика предполагает рост до верхней границы фигуры в район 0.69.61, где расположен уровень сопротивления. Отбой от этого уровня, в свою очередь, направит уже котировки к нижней границе треугольника в район отметки 0.68.60, после чего стоит ожидать повторной попытки восстановления к сопротивлению. Предельный уровень, который даст сигнал на выход из фигуры вверх с отменой предыдущего сценария на снижение, это разворотный уровень 0.69.84, закрепление выше которого будет свидетельствовать об окончании снижения. Аналогичная история развивается в данный момент и по новозеландскому доллару. Сценарий со снижением также не оправдался, целевые уровни достигнуты не были. Пара торгуется в рамках диапазона между поддержкой на 0.6404 и сопротивлением в районе уровня 0.6487. Логично предполагать, что и в данной паре боковая динамика также будет продолжаться еще какое-то время. Это повышает общий уровень неопределенности, поскольку выход может состояться в любую сторону. Сценарий на снижение еще предполагается, но его потенциал начинает заметно слабеть. Ну и вот по актуальному графику видно, что в данной валютной паре динамика несколько отличается. Очевидно, что здесь формируется расходящаяся формация, что никак не добавляет определенности. Если предположения верны, то в ближайшее время следовало бы ожидать роста к верхней границе фигуры в район сопротивления на 0.6512. Удержание этого уровня в свою очередь отправит котировки тестировать нижнюю границу фигуры с целью на отметке 0.6404, откуда вновь можно ожидать восстановления и попытку роста. О дальнейшей динамике можно будет более определенно сказать при выходе цены из диапазона, либо выше разворотного уровня на 0.6533, либо ниже целевой отметки на 0.6404. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.